Привет, привет дорогие друзья. С вами Amway 921 и в этом видео мы поговорим про британский тяж 7 уровня Black Prince. Я на нем очень давно играл последний раз, когда проходил эту ветку. Собственно, что я из этой ветки запомнил, что лучше ее не запоминать и поэтому постарался забыть все, что связано с Black Prince и в особенности с ассортиментом черчалей, которые шли до него. Ну и собственно очень легко было еще раз покататься на Black Prince, потому что все как в первый раз. Что у нас прежде всего в этом танке уникального? Танк не едет, танк почти не бронирован и танк почти без пушки. Вот такой вот уникальный, собственно говоря, комплект. У танка орудия имеет малюсенькую альфу, малюсенькое бронепробитие, но в принципе довольно неплохой ДПМ и довольно сносную стабилизацию. Но об этом поговорим чуть позже. Вначале про бронирование. В патче 910 танк перевели в HD качество, при этом довольно сильно изменив броню. Но прежде всего, что бросается в глаза, у танка по-прежнему корпус выступает за гусеницами, танк по-прежнему получает урон в лоб, если ему стрелять в гусеницы, там 101 миллиметр всего лишь у него, ну там приведенки правда еще чуть больше будет, но в итоге все равно он получает урон и у танка довольно сильно понерфили броню при переводе в HD качество. То есть у него была планка над маской, которая раньше именела приведенки, ну короче была непробиваемой, а сейчас пробиваемая и очень даже. Плюс, скажем так, щеки этой башни раньше были непробиваемые совсем, а сейчас пробиваются и очень даже. Самое крепкое, что есть в нашей броне, это маска. 240 миллиметров и броня за ней. Вот обратите внимание, небольшая сценка, как сосет Блэк Принц, играя, ну скажем, внизу списка. То есть я понимаю, конечно, что против там Вафли 9 шансов бы не было, но вот банальная стычка. В прицеле 54, 54 со стоковой башней. Если я не ошибаюсь, то самое крутое орудие, которое втыкается в 54 со стоковой башней, это пушка от 44, ЛБ-1 и иже с ними, такая же подобная, с альфой в 240 и с бронепробитием в 175 миллиметров. Я на Блэк Принце танкую, ну как бы обратным ромбом все нормально, только как бы башни торчу непробиваемой и раз за разом методично этот парень меня пробивает. Я просто рот от изумления раскрыл, что неужели так все плохо у Блэк Принца сейчас. Я не помню, правда, что было прямо совсем хорошо, но по-моему такого быть не должно. Как пушка, так он не голдой лупит, он как бы ББшками, как пушка с бронепробитием в 175 миллиметров, просто все лицо, весь монитор мне покрывает пробоинами. Там ладно хоть 71 не пробивает издалека, но по крайней мере 54 просто меня размотала, ну почти в ноль, да, я там погрызался конечно. Ну, как бы вот, бронированный танк седьмого уровня. Конечно, это не показательный бой, да, вы скажете, это просто элемент, тебе не повезло, ты попал вниз списка, ну и как бы проиграл. На седьмом уровне понятно, вот в топе танк нагибает. Ну, как бы сложно отрицать, что танки в нашей игре нагибают в топе. Это было бы более даже чем очевидно, но все-таки, все-таки если вот находить что-то полезное там, где практически его нет, чего-то хорошее там, где его нет, то, пожалуй, сражение в топе, правда, для Black Prince проходит чуть повеселее даже, чем для каких-нибудь танков, ну очень хороших на седьмом уровне. Будь там ИС или ИС-2, китайский или премиумный советский, или Т-29 американский, тоже красавец. Как играть в топе на Black Prince? В топе все просто, топишь и уничтожаешь. И действительно, сражаясь против семерок и ниже танков по уровню, уже прямо не чувствуешь себя кучей чего-то зловонного и наваленного. Уже можно, в принципе, и кого-то даже дамажить, что удивительно, потому что бронепробитие космически низкое, 171 миллиметр, это вот не смешно, правда, потому что вот перед глазами сцена, вот выезжает из-за угла Е-75, вот ты стучишь-стучишь, поколотил этим снарядом, поколотил тем, толку около нуля. Даже если голдой, которая, кстати, неплохо так пробивает, в принципе-то, 239 миллиметров, но нанес урона в 150, а он тебе на 500, то думаешь, кто тут в доме хозяин? Ну, а определенно не парень с именем Black Prince. Ну, так вот, в топе, в принципе, этого всего как бы не замечаешь, потому что здесь уже какая-никакая броня, она ощущается более-менее. Все-таки 240 миллиметров в башне, хоть и не везде после перевода танков в HD, то есть до перевода в башне была совсем крепкая. У нее из уязвимых мест были только небольшие, как ямочки, я помню, на щечках, да, когда там улыбается Black Prince. Вот там какие-то были малюсенькие квадратики, которые были уязвимы. Ну, а их только знал тот, кто реально знает, то есть случайно их там не найдешь никак. То сейчас, как бы, танк получил очень много уязвимых зон. Плюс ко всему, по-прежнему он пробивается в гуслю, в лоб с уроном. Может быть, помогает те, как бы, элементы выступающие гусле. Я пытался вам еще в колледжном модели показать, что у него часть гуслей, которая выдается вперед, имеет, скажем так, экраны, и сама по себе, она часть неуязвимая. То есть сбивать могут, но урон не могут наносить. Ну, по типу, как Сайрл-44, я вам тоже про это рассказывал. Ну, это тоже мелочи, которые как бы не особо канают. Ну, то есть вот выезжаешь на семерах, да, и танков ниже, и танкуешь их. То есть они в тебя стреляют, не пробивают. Ну, прежде всего они не знают, куда стрелять, ведь лишний бронелист всего лишь 140 миллиметров, там никакого угла наклона нету. И любой парень, ну, будь он посообразительней, просто Блэк Принца места мокрого не оставляет. Но вот такие противники, которые там в упор не могут попасть в нужное место, они, естественно, как бы жертвы Блэк Принца. Ну, иными словами, скажем, вот этот бой что показывает? Как нужно играть на Блэк Принце тогда, когда все остальное уже за тебе? То есть когда повезло с боем, когда арты нет большого количества, тогда ты можешь вознагнуть на Блэк Принце. Что для того нужно? Топишь на врага вперед бесстрашно. Причем даже если ты уже совсем в упор подъехал, не стесняйся, продолжай ехать вперед, потому что максимальная скорость переднего хода у этого танка несколько может даже уступать некоторым танкам в скорости заднего хода. То есть они убежать задом могут более вероятно, чем наш Блэк Принц их догнать. Вот и про что. Ну, то есть смелость, безумие и отвага все, что рекомендуется любому водителю Блэк Принца. Ну, да, сражаясь вверху списка, конечно. Забавно при этом, что иногда я на стримах, как бы, когда обмолвюсь о каком-нибудь хорошем тяжа 7 уровня, то Блэк Принца всегда ставлю в самый задний угол, который только можно. И некоторые игроки постоянно пишут в комментах, типа, да, что ты говоришь, типа, Блэк Принц норм, ДПМ там, все такое. Ну, друзья, урон в минуту у нашей пушки 1800, с Альфой в 150. У Тигра, у тяжа 7 уровня, всеми любимого немецкого, красивого, квадратного, практичного, урон в минуту более чем 2000, с Альфой в 240, с бронепробитием за 200. То есть проблем у Тигра нет никаких, если не считать его, скажем, более уязвимой броней, чем у нашего Блэк Принца. Но наша уязвимая броня не уязвима только вот для таких сражений. За это время на Тигре я бы, возможно, все это распилил быстрее бы, ну, тупо ДПМом, наверное, не так кажется. Ну, вот еще один бой, здесь, скажем, есть немножко восьмерок, но, опять же, не так много артиллерии. И довольно странная сама по себе карта для нашего танка, потому что, ну, любое путешествие на дальней дистанции на этом танке, ну, не рекомендуется. Это такое же чувство, мне кажется, как на дальней дистанции ездить на любом изделии компании Range Rover. То есть ты обычно ездишь на Range Rover либо от сервиса, либо в сервис, то и здесь примерно так же. Вот я вроде бы поехал, отправился в какой-то нагиб, но смотрю, уже не прошло и трех минут от начала боя, уже враги-то кругом. Ну, то есть, по идее, как бы хотел поджаться, типа, на АБ-линию, ехать там, ну, хотя бы до какого-нибудь там седьмого квадрата, но нет, уже застигнут врасплох, засвечен, пересвечен, сейчас арта начнет бахать. Ну, в общем, такие приключения типичные. Ну, и вдобавок, наверное, многим интересно будет, как и мне, узнать, а как сказалось на времени, ну, на винрейте, на всем таком, как бы, перевод танка в HD. Ну, начну издалека, прежде всего. Популярный ли танк в целом? Нет, танк не популярный в целом. Если все взять тяжи седьмого уровня, а их у нас 11 штук, включая всякие там эти марафонные А-45, там, и же с ними, всего их 11, то танк Блэк Принца занимает седьмое место из 11. То есть, ну, он такой, типа, замыкающий, один из тех, из третьей тройки. На первом месте, естественно, ИС и прочие годные танки, Тигр, Тигр Порше, Т-29, все они обалденные на фоне Блэк Принца, естественно, поэтому здесь все логично. Но по винрейту Блэк Принц чуть-чуть впереди, то есть, если он седьмой по популярности, то он пятый по винрейту. И 50,6% побед он имеет. То есть, ну, наверное, прежде всего это связано с тем, что за ИСа садятся все новички, да, за Блэк Принца, пока черчилей пройдешь, там уже столько седых волос появится, что уже начинаешь быть готовым к тому, что тебя ждет и на Блэк Принце. Ну, то есть, здесь есть какая-то логика, мне кажется, если бы взять новичка, да, посадить его на ИСа и такого же, точно этого же игрока в следующий бой посадить на Блэк Принца, то, уверен, тут на этом танке будет статистика ниже. Но, однако, бог с ним, как оно на самом деле есть. Если мы сравним статистику за последние две недели винрейта на этом же танке, на Блэк Принце, то с 50,6% она упала до 50,3%. То есть, ухудшилось. В отличие от всех других переводов танков в HD, при переводе этого, с его небольшим, но все-таки значительным нерфом по броне, во всяких там разных местах, ну, вот видите, я получаю и получаю. От 44-ки в лоб получаю, бронепробителю, от 75 получаю, 71-й в лоб пробивает, да уж страшно жить. То есть, вроде бы отправился, да, вот как нам, как завещал великий Амвей, едь вперед на Блэк Принце, на Джибай, но, однако, вот едешь и полон рот уже приключений. То есть, он мог бы и не доехать, если бы противники были чуть-чуть порасторопнее. В итоге, танк перевели в HD, и он с пятого места по винрейту занял свое законное седьмое место по винрейту, среди всех тяжа семерок. То есть, популярность, скажем, его достигла того же самого уровня, что и винрейт. Иными словами, винрейт сократился. Ну, несмотря на то, что лично мне этот танк не нравится ни по какому из пунктов, то есть, повторюсь еще раз, я не ощутил в нем никакой брони. Она вот канает где-нибудь, когда вот совсем там малышей гоняешь в детском саду, тогда как бы, да, броня есть. Но когда серьезные какие-то ситуации, ты выходишь и просто корм. Ты такой медленный, что по тебе артиллерия попадает с любой дистанции, особенно какая-нибудь там девятая уровня, бахнет там на 700, на 800 просто в бочину. И все, желание отпадает, ручки опускаются. Ну да, такое бывает на любом другом танке, но я не припомню, чтобы я прямо страдал на каком-нибудь там ИСе. И удивительный параметр, за что на этом танке дают мастера. Вот еле-еле 3000 урона даже не набросал, дают уже мастера. Ну вот, 2700 в данном случае. Чтобы мастера получить на ИСе втором, 4000 урона мало. Стоит ли говорить, да, какой танк наиболее опасный для врага? Конечно, не этот. Но, тем не менее, в свете перевода десятки британских рано или поздно на новую какую-нибудь, я думаю, британская редко заиграет у многих по-новому. Тем не менее, будьте готовы. Блэк Принц это нерадостная прогулка. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok